Здравствуйте! В студии Олеся Попова. О новостях Ленинского городского округа расскажу я и мои коллеги. Далее коротко об основных темах выпуска. На улице Завидное открылась новая библиотека. Библиотека – это самое-самое древнее. Первым библиотекам несколько тысяч лет. В Видном продолжается акция «Коробка добра» в поддержку воспитанников школы-интерната Донецка. Люди приносят пакеты, кладут вещи, детские вещи, игрушки, книжки. Более 40 человек в Ленинском городском округе в эту пятницу стали гражданами России в торжественной обстановке. Клянусь, соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации. На улице Завидное открылась новая библиотека. На торжественное открытие были приглашены почетные гости, жители микрорайона и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Натальи Буслаевой. По многочисленным просьбам местных жителей в микрорайоне Завидное открылась новая библиотека, которая будет не только хранилищем книг, но и станет центром культуры и досуга. Мы долго просили глава нашего городского округа о том, чтобы здесь у нас открыть библиотеку. Библиотека здесь не только будет библиотека, но здесь будут еще и кружки, и секции проводить, и мероприятия для детей. Это очень удобно, потому что у нас микрорайон новый, много детей с мамочками, соответственно. Ну и здесь удобная локация в данном случае. Удобно прийти, посмотреть книжки, выбрать, какие необходимые нужны будут для наших детей. На торжественное открытие были приглашены почетные гости. Наши дети говорят красиво. В Ленинском городском округе не сквернословят, потому что мы не просто читаем много. Мы пишем сами, мы пишем стихи, пишем прозу. Самые лучшие краеведы где? В Ленинском городском округе. Самые древние учреждения культуры на этой планете. Не музеи. Музеи уже пошли потом. А вот библиотека – это самое-самое древнее. Первым библиотекам несколько тысяч лет. После символического перерезания ленточки библиотека распахнула свои двери для будущих читателей. Помещение площадью 126 квадратных метров располагается на первом этаже жилого дома. Здесь была произведена перепланировка. Сделан ремонт, закуплена новая мебель, в том числе и мобильная, которая поможет трансформировать пространство для проведения занятий и мастер-классов. Книг в общем фонде где-то около 17 тысяч. Читателей у нас было более полутора тысяч, но мы планируем до трех тысяч, чтобы у нас был год читателей. Потому что микрорайон большой. Многие уже спрашивали до открытия библиотеки. Все ждали. В новой библиотеке на Завидной улице нет отдельного читального зала, но очень много уютных и удобных мест, где можно почитать книгу. Мы считаем, что это очень важно развивать библиотечные услуги именно в новых микрорайонах, где пока что нет культурно-досудовых учреждений и нет альтернативы для нашей библиотеки. Вообще этот курс мы начали еще в конце 20-го года с открытия библиотеки в пригороде Лесное. У местной жительницы Александры Уткиной двое детей. И для нее главное преимущество новой библиотеки – это шаговая доступность. Библиотека сейчас предлагает различный досуг для детей, проводится много разных активностей. Поэтому очень полезная и нужная вещь для всех нас. Новую библиотеку успели оценить и юные читатели. София Матросова пришла на экскурсию вместе с ребятами из летнего лагеря. Девочка пообещала, что обязательно вернется сюда с мамой. Я люблю книжку Корнея Чуковского «Мой дадыр». Моя самая любимая книжка с детства. Меня папа запугивал, когда я не хотела умываться. Библиотека оснащена современным оборудованием. Есть бесплатный доступ в интернет. Фонд регулярно будет пополняться как произведениями классической литературы, так и книгами современных авторов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 10 июня в здании администрации муниципалитета прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Ленинского городского округа. Подробнее расскажет Василий Самомай. В праздничной обстановке в окружении близких и родственников юные граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста, получили самый главный документ – первый паспорт. С этим событием их поздравил лично глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Вот чтобы это лето Вы провели насыщенно, интересно, где-то отдохнули, где-то расслабились, но не теряли времени даром. Живите полной жизнью, дышите полной грудью, набирайте сил для новых подвигов. Я всех поздравляю. С особым трепетом и волнением момента вручения паспорта ждал Денис Онищенко. Юноша родился в городе Мариуполе, но с началом боевых действий 8 лет назад вместе с сестрой и ее мужем переехал в Ленинский городской округ. Мама и старший брат Дениса пока не покинули Мариуполь, но планирует это сделать в ближайшее время. Радуюсь за то, что получаю паспорт. 14 лет исполняется. Наверняка какие-то планы интересные о будущем, да? Как это связано? Какие-то путешествия или еще что-то? План, да. Пойти на программисты, путешествовать, естественно. На вручении присутствовали родственники и родители ребят. Каждый из них отмечал торжественность мероприятия. У нас было поскромнее. Мы просто в паспортном столе пришли, получили. Но все равно эмоции помните, которые… Сложно сказать, наверное, уже слишком это давно было уже. Самый главный пропуск в самостоятельную жизнь у ребят уже есть. Остается вооружиться советами взрослых и смело шагать вперед на пути к своей мечте. Василиса Мамай, Кирилл Иванов, Видное ТВ. Более 40 человек в Ленинском городском округе в эту пятницу стали гражданами России. После многочисленных процедур, связанных с получением гражданства, остается самое главное – принесение присяги на верность стране. В этот раз она была приурочена ко Дню России. Подробнее расскажет Максим Козлов. Для некоторых, теперь уже бывших иностранцев, церемония принесения присяги прошла в Управлении МВД России по Ленинскому городскому округу. В конференц-зале собрались те, кто раньше проживал в Молдове, Украине и Узбекистане. Текст, который необходимо произнести небольшой, несколько предложений, но после его прочтения жизнь этих людей кардинально изменится. Клянусь, соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, право и свободу ее граждан, исполнять обязанности и гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Законодательством предусмотрено много оснований подать заявления на получение гражданства Российской Федерации. Среди них – одно из самых востребованных на постсоветском пространстве – воссоединение семьи. Таким правом воспользовалась и бывшая жительница Узбекистана Татьяна Цай. По ее словам, не последнюю роль в принятии решения сыграли и условия проживания в России. Торжественная для меня пример. Я чувствую такую волнительность какую-то. В течение 10 лет мы живем на три страны с мужем, дети у нас здесь, мы в другой стране, бываем и в Узбекистане. Но человек всегда старается жить там, где лучше. Процедура рассмотрения кандидатуры может длиться до 6 месяцев. После произнесения присяги гражданин получает документы, с которыми он сможет обратиться в многофункциональный центр для получения паспорта. По окончании церемонии к собравшимся обратился начальник управления МВД по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин. Независимо от национальностей, традиций, обычай, все мы люди и то, что прибавление в нашем государстве людей, да, жителей, это только плюс всем нам вместе. Удачи всем, здоровья и в преддверии поздравляю всех с праздником Днем России. В среднем около 250 бывших жителей других стран получают российские паспорта в Ленинском городском округе, а всего в стране в год более 600 тысяч иностранцев становятся гражданами России. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно это. В Ленинском городском округе завершился первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа». Об участниках и лучших работах расскажет Юлия Пагасьян. В середине мая сотрудники управления внутренних дел по Ленинскому городскому округу и представители общественного совета подвели итоги конкурса «Полицейский дядя Степа». Тогда жюри отобрало три лучших работы из всего числа участников. Работы действительно все очень замечательные. Я отметил две работы. Спасибо детям, что участвуют в конкурсе и рады видеть участие их в новых конкурсах. На днях в актовом зале у МВД состоялось торжественное награждение победителей. Благодаря спонсорской поддержке вручить памятные подарки удалось всем участникам конкурса. Удачно провели конкурс, ежегодный конкурс, который проводится по инициативе министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева, где традиционно наши дети, ваши дети принимают участие. Свои работы участники представили в разных техниках. Карандаш, акварель, пластилин. Все подделки красочные и рассказывают о службе сотрудников полиции. Я делала подделку из пластилина. Мне очень понравился этот конкурс. Будешь еще участвовать? Да, я хочу еще участвовать. Малышка Валя сделала подделку из бумаги. Говорит, занятие не из простых, но очень увлекательное. Мама девочки рада, что в нашем округе есть такие конкурсы, которые способствуют развитию творческого потенциала у детей. Для них это очень важно, потому что, во-первых, они творчески к этому подходят. Это развитие их умышления. Это, опять же, руки. Им это интересно, им это очень нравится. Конкурс «Полицейский дядя Степа» проходит в три этапа. Работы победителей Ленинского округа будут представлены на региональном уровне. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. На этой неделе в Ленинском городском округе прошел цикл мероприятий, посвященных грядущему Дню России. К примеру, ребята из летнего оздоровительного лагеря «Бригантина» про гимназии участвовали в конкурсе «Я рисую Россию» и оставили пожелания нашей стране на большом плакате. Триколор, солнце, ясное небо и леса, кремль, медведь и ракета. Ребята из летнего оздоровительного лагеря «Бригантина» до школьного отделения Виднофского художественно-технического лицея, вооружившись мелками, на асфальте изобразили все, с чем ассоциируется у них Родина. Голубя. Так, а почему именно голубя? Потому что это символ любви, символ семьи, символ нашего мира. Я нарисовал просто человека в руссконародной одежде. Да. Он стоит в комнате в доме. А ты при этом прорисовал что-то еще? Расскажи что. Я нарисовал ракету «Космос». Ага. И радужную ракету, как всегда. Клабу. Почему именно ракету ты нарисовал? Потому что туда первый человек Юрий Алексей Гагарович полетел. Я нарисовал мишку, который переходит реку. Потому что река есть на нашем флагу. Синий цвет. В преддверии Дня России около 60 мальчишек и девчонок приняли участие в патриотическом конкурсе «Я рисую Россию». Весное отделение партии «Единая Россия» запустило серию акций, посвященных Дню России. Это тематические мероприятия. То есть мы рисуем рисунки на асфальте в акции «Люблю Россию». Раздаем ленточки триколор. Напомнить о том, что мы единая нация, единый народ. Планируется проведение флешмобов и планируется раздать более тысячи ленточек триколор. Затем ребята на Большом Ватмане собрали из рисунков детских ладошек национальный флаг, а также вписали туда свои пожелания Родине. Акция «Мы – Россия» пройдет и в других детских образовательных и культурных учреждениях муниципалитета. Видела, что дети у нас прекрасно знают, чему посвящен этот праздник, что он посвящен Дню России. Видела радостные и счастливые глаза детей. И я желаю, чтобы их лето было счастливым и чтобы наши дети только всегда улыбались. Пусть все прекрасно будет в их семьях. В общем, радости им, удачи и счастливого лета. Вот свою ладошку за это я тоже приклею к их ладошкам. Для летнего оздоровительного лагеря «Бригантина» – это только начало праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Мы не первый раз принимаем участие в таких акциях. Посмотрите, как у нас весело и здорово. Посмотрите, сколько эмоций дети грузили на асфальте с помощью мелков. Мы планируем у нас праздничный концерт «Минута славы», когда дети покажут все, что они могут, свои возможности, свои таланты. Все юные участники акции получили в подарок раскраски, светоотражающие браслеты и воздушные шары. И, конечно, массу хороших впечатлений на целый день. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В Видном продолжается проект «Коробка добра». Организаторы решили продлить акцию, чтобы у большего количества людей была возможность помочь воспитанникам школы-интерната Донецка. Акция стартовала по инициативе жительницы округа Валентины Печенкиной, в прошлом воспитанницы учреждения. Коробки для сбора гуманитарной помощи установили в подъездах города и в здании видновской дирекции киносети. На сегодняшний день удалось собрать внушительный объем необходимых детям товаров. Люди приносят пакеты, кладут вещи, детские вещи, игрушки, книжки. Надо помогать людям, которые сейчас в беде. На каждой коробке есть подробный список нужных товаров. Детям особенно необходимы лекарства и средства личной гигиены. Подробную информацию можно получить у организаторов по телефону 8 926 456 77 19. Выставка работ художницы Рузели Караевой открылась в Расторгуевской библиотеке. Подробнее об авторе и картинах расскажем в сюжете. Пейзажи и натюрморты пропитаны теплом, даже если на картине изображена зима. Все потому, что на полотнах воспоминания из детства. Автор выставки Рузеля Караева рассказывает, росла в поселке Старая Кулатка Ульяновской области. Ухаживала за гусями, бегала с друзьями на речку, собирала полевые цветы в букеты. Именно эти моменты и решила запечатлеть на картинах. Натюрмор «Чаепитие» тоже из детства. Это картина «Чаепитие» про мою бабушку. Я посвятила ей эту картину. Воспоминания очень теплые. «Чаепитие», «Веселье» с бабушкой. Это все, конечно, дорогое стоит. И я вот решила написать этот интерморт. Рузеля Караева-делица писала картины тоже с детства. В кружок рисования ее привел отец. Всегда восхищался работами дочки, даже шутя называла ее великой художницей. Однако девушка и ее родные решили, что картина эта как-то несерьезна. Долгие годы Рузеля трудилась бухгалтером. В глубине души продолжала скучать по живописи. Откладывать мечту на потом перестала только после смерти отца. Я бухгалтером работала до 39 лет. Потом себе сказала, пора, Рузеля, воплощать свою мечту детскую, свое предназначение. И вот пошла учиться. Вот, в зну ей пошла. На выставке представлены и яркие пейзажи, и насыщенные натюрморты. Автор рассказывает ей ближе реализм и импрессионизм. Вдохновляется в первую очередь красотой природы, которую с удивительной точностью передает на каждый из работ. Художница признается счастлива, что наконец занимается любимым делом. И этим счастьем через свои работы старается зарядить и посетителей. Совет не бояться. Не бояться идти, чувствовать себя. Надо идти, воплощать свою мечту. И не бояться. И верить в себя еще. Вот самое главное. Познакомиться с творчеством Рузели Караевой и вдохновиться природными мотивами можно в Расторгуевской библиотеке ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Александроневском храме города Видное состоялся концерт группы The Rain Drops под управлением священника Олега Осадчева. Подробнее об этом событии в репортаже Василисы Мамай. Ровно на один день территория величественного Александроневского храма наполнилась не богослужебными песнопениями, а самыми настоящими ритмами христианского инди-фолка. Концерт проходил в уютной беседке, что создавало невероятную близость и душевность между музыкантами и зрителями. И это символично, ведь большинство гостей – друзья и прихожане из нескольких храмов нашего благочиния. Большинство песен принадлежит авторству отца Олега, но есть и композиции других авторов, без которых не обходится ни один концерт группы. Например, кавер-версии Леонардо Коэна «Аллилуйя». Программа концерта была настолько разнообразна, что каждый слушатель мог найти в ней что-то свое. Звучали песни на русском и английском языках, также песни, написанные на молитвенные тексты святых, неразделенные церкви из Ирландии, из Шотландии и неизвестных кёльнских поэтов. С детства так пошло, что музыка, которая осталась в Битлз, другая музыка, которая получила влияние оттуда, из Шотландии, из Ирландии, из Бельсов. Все это как-то питывало с детства, и вот пора росло. А новый дистон под каким? Какая музыка будет новая песня? Там будет достаточно разнообразная музыка. Там будут песни на английском, на русском языке, такие, как бы, почти симфонические песни. Будет рейгия, как обычно, подожди, без рейгии. Ну, он будет очень разнообразный, но при этом, что-то мне кажется, при этом и консультуальный. Музыка способна объединять сердца, нести чистоту, любовь и веру в лучшее. Именно в этом и убедился каждый пришедший на концерт группы The Rain Drops. На этом наш выпуск подошел к концу. Присоединяйтесь к нам и в режиме онлайн. Подписывайтесь на социальные сети телеканала Видное ТВ. До встречи в эфире и хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин